Всем привет! Меня зовут Женя. Я уже бывший студент КПИ, вот на днях стал бакалавра. И с сентября я поеду работать в Польшу в компанию ЦИСК, инженером поддержки. Я начну издалека. Где-то после первого курса я понял, что, ну, много чего не знаю, но при этом очень хотелось заниматься именно IT-технологиями. Не было сильной базы, даже обычной базы не было ни в сетях, ни в чем, ни в программировании. По сути, много чего не знал. Ну, вообще, можно сказать, ничего не знал после первого курса. Вот я, в принципе, начал работать над собой. Мне посоветовали вот эту академию. Тут я прошел курс CCNA базовый. Цель была получить хорошую базу в сетях. Потому что лучшая база, чем ЦИСКО по сетям, я думаю, не найти нигде. А лучших курсов ЦИСКО не жалеть, и тоже, я думаю, тоже не найти нигде. То есть учеба была здесь, ну, очень для меня удобна, как для студента. Я мог заниматься удаленно. И я мог бронировать себе стоечку тоже удаленно. Вот, например, на протяжении инкубатора я учился на CCNP. Они предоставляли курс CCNA. Но я взял CCNP, так как у меня уже был CCNA. Но мне надо было оборудование для того, чтобы практиковаться. И вот академия мне любезно предоставила возможность заниматься на оборудовании. И я приходил сюда, когда мне было удобно. Я бронировал стоечку, занимался. Это было очень удобно для меня. Как-то появилась мотивация, как-то мне было легче тут обучаться. То есть как были инструкторы, индивидуальный подход, мне помогали, мне направляли в нужное русло. Тем более они делали это так просто вот и заставляли тебя думать, что вот это ничто, что это так как-то невозможно. Это было, ну, не заставляли делать, ну, не заставляли, а делали так, что для тебя это было потом очень просто, казалось просто. И это реально большое спасибо им за это, Академии, преподавателям. Обучался я у Константина Герасименко и Елены Старковой. Прекрасные преподаватели. Они же мне и посоветовали программу «Инкубатор», помогли мне к ней подготовиться. И вот пять месяцев я учился на этой программе. Да, были обучения онлайн, были семинары, но семинары надо было быть, присутствовать именно либо в офисе, либо ехать в Польшу. Была возможность также удаленно, через WebEx. На «Инкубатор» я учился пять месяцев. Успешно его закончил, успешно прошел assessment center. Успешно сдал интервью, прошел интервью, и меня пригласили работать уже туда, к ним, в Польшу, на еще одну программу, которая называется «New Graduate». И вот, как результат, с 3 сентября, у меня первый рабочий день, я буду работать в Cisco, в Польше. Программа «Graduate» – это программа после инкубатора, скажем так. На инкубатор они отбирают себе смешленых людей, и на «Graduate» они уже как бы готовят себе специалистов. Они как бы вам платят, уже платят в Польше, вы уже как бы работаете, но при этом они еще вас доучивают. Что будет на этой программе для меня еще для самого неизвестно, потому что я буду только на ней учиться, буду только проходить ее. Я думаю, там будет все весело, и оно того стоит. Попасть на работу в Cisco очень легко, скажем так. Это все, что надо сделать, даже сессия ныне надо иметь, чтобы попасть на работу. Просто нужно пробовать, и не бояться пробовать. Будь уверен в себе, ставить перед собой цель и достигать этой цели. Попробуйте, вы ничего не потеряете от этого. Даже то, что я сказал, можно и без CCNA, потому что вас там научат в CCNA. Они ищут людей, которые интересуются технологиями, Cisco ищут людей. Они их сами готовят, тех людей, они готовят себе специалистов. И в этом я считаю сама простота. То есть не надо много знать. Достаточно просто там, скажем, основы, сетей, базу. Вас там доучат. Если у вас есть желание, у вас все получится. Если вы мотивированы, то тем более. Так что на будущее для тех студентов и людей, которые боятся, то вы не бойтесь, вы пробуйте, и у вас все получится. Заявки подаются постоянно. Ну, не постоянно, набор у них там начинается с весны. И целое лето идет набор. Даже осень можно подаваться. Каждый год у них идет новая программа инкубатора. Вот, например, я участвовал в инкубатор 5.0. Следующая программа это будет в G6.0. Начинаются они из ноября и идут 5 месяцев. И в конце assessment center оценивание просто. И после этого assessment center это по сути интервью. Прошли интервью, попали на программу new graduate. Поехали в Польшу, работайте в Польше. Вот такой план. Продолжение следует...